Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Александр. И смотрите, сегодня я хочу с вами поговорить о колясочке, которая сейчас есть в ассортименте магазинов, сети магазинов. Первая коляска – это Tutis Mio. И непосредственно сегодня я вам покажу ее в варианте эко-кожи. Очень много почему-то народу хочет именно в эко-кожи практично помыть, протереть легко. Но единственное, сразу скажу, с такими колясочками нужно чуть поаккуратнее, чтобы вы там в парадной об стенку не чиркнули, еще что-то эко-кожу можно поцарапать. Вот, это, скажем так, обратная сторона вот этой всей красоты и практичности. Но красиво, прикольно, никто не спорит. Смотрите, сегодня мы раскомплектации два в одном будем рассматривать. Начнем с люльки, естественно. И перед этим давайте немножечко технических характеристик. Я вам прочту, чтобы было общее понимание. Сторона сильной этой коляски, это ее вес. Она весит с люлькой 11,2 килограмма. Это очень не тяжелая, на самом деле, коляска. Учитывая, что это такой хороший внедорожник получился. А с прогулочным блоком, чуть позже на него посмотрим, она весит 11,9 килограмм. Наклон 120-170 градусов прогулки тоже увидим. С рождения до 4-5 лет, соответственно, можно использовать, потому что 22 килограмма удерживает колясочка. Ширина колесной базы здесь 61 сантиметр, то бишь в любой лифт мы заедем, все окей. Люлька здесь, кстати, 75 на 35. Соответственно, люлька здоровая, большая и никаких проблем. Так, с люльки, соответственно, и изучать с вами и начнем. Так, как я уже говорил, то, что мы с вами смотрим, это эко-кожа. Очень прикольный. Сейчас я скажу вам, как называется цвет, чтобы вы на сайте могли посмотреть. Это у нас бирюзовая кожа с H039. Если что, на сайте будете листать. Вот такая вот она, вживую эта расцветочка. Надеюсь, камера нормально передаст баланс белого. Вот, козырек у нас здесь стандартный, большой, с дополнительной такой вот секцией, с прикольной такой надписью TUTIS. Реально выглядит все здорово. Вот такая вот дополнительная у нас есть сеточка, ветрозащита, назовем ее так, для ребеночка. В TUTIS'ах часто бывает, в большинстве случаев, еще одна дополнительная секция. И здесь смотровое окошечко. Друзья, здесь такого нету. Но этого тоже достаточно. Так, что касается задней стенки. Здесь можно вот так вот откинуть, соответственно, чтобы проветривать, если вдруг летом эксплуатация будет проходить. Ведь зимой, соответственно, эко-кожа не продувает, не промокает. Все окей. Козырек у нас регулируется с помощью кнопки. Достаточно с одной стороны нажать, чтобы она начала опускаться. Вот видите, я одной рукой это все делал. Это здорово. Что мне очень нравится, и я очень ценю в колясках, такого рода, что доступ к ребенку можно реализовать с помощью. Вот здесь вот два замочка. Открыли, и вот так вот попадаем к ребеночку. Место тут навалом. Все нарядненькое, белая, приятная ткань. Матрасик мягенький, приятный. В общем, с внутренним убратством здесь все классно. Она реально здоровая, широкая. Вот. Люлька на все 100 баллов, мне кажется. В ней особо слабых мест я не вижу. Вот здесь вот сама накидочка держится с помощью кнопочек. Это нам дает то, что она не слетит, не сдует. Ребенок ножками ее не выбьет. Все хорошо. Вот такая вот накидочка. Вот. Давайте теперь посмотрим, как люлечка снимается. Здесь по бокам вот есть кнопочки. Нажимаем. Давайте я проверю. Кстати, я не проверял, есть ли память в этих кнопочках. Это очень важный момент. Хотелось бы, чтобы были. Память кнопок, это когда мы нажали, и она в этом же моменте так же и фиксируется. Все. Я нажимаю. Так, здесь зафиксировалось. Зафиксировалось. Все, я поднял. В общем, все окей. Слабая сторона этой люльки. Нету ножек. Все в эко-кожек. Ставим на землю аккуратненько. Не кидаем ничего. Медленно, нежно опускаем, чтобы она не поцарапалась, друзья. Вот. Давайте теперь ставим прогулочный блок. Естественно, блок прогулочный, реверсивный. И по ходу, и против хода можно ставить, само собой. В 2-3 колясочках, когда 2 в 1, точнее говоря, всегда так, без вариантов. Подножечка, естественно, регулируется. Что еще классно в подножке? Здесь материал, который такой тип брезента, что-то легко чистится, моется вообще без проблем. Так, сверху начнем изучать. Козырек, естественно, тоже в эко-кожи. Две дополнительные секции. Открываем обе сразу. И что мы видим? Открывается капец вообще. Он здоровенный. Внахлёст туда вниз уходит. Москитная сеточка, часть. Но мы ее закроем. Зимой она нам не нужна будет, скорее всего. И даже при этом козырек получается очень большой. Давайте я сейчас опущу ее вниз с помощью ручки вот здесь вот. И посмотрим, как он закрывает ребеночка в лежачем положении. Вот те самые 170, по-моему, градусов я говорил вам. Да, 170 градусов. Мы практически лежим. Все хорошо. Зимой нам не помешает ребеночка хорошо закрыть. И для этого нам понадобится вот эта вот накидочка. Которая внахлёст хорошо полностью закрывает ребеночка. Она обдевается вниз прямо на эту, на подножку. И, соответственно, полностью фиксируем. Здесь можешь зафиксировать кнопочками ее. Вот в специальных местах для этого она пристегивается. Соответственно, зимой ребеночку будет уютно и тепло. Не будет ему задувать. Все хорошо. Так, давайте на само сиденье взглянем. Что за сиденье здесь? Так, смотрите, что мне нравится. Очень высоченная спинка. И получается, что здесь не 90 градусов, но вот эти 120 градусов, как заявляет производитель. Здесь такая хорошая капитанская посадка. И ребенок сильно не завален назад. Это многим родителям не нравится. Мягкие накладочки есть на плечевой зоне, но сэкономили на паховой нет. Но зато у нас есть на бампер перемычка. То есть, если не пристегнули, можно перемычку оставить. И ребенок никуда не денется. Так, где эта кнопочка у нас, чтобы открыть его? Сейчас найдем. Вот она. Вот, зато бампер, как калиточка, откидывается. И, собственно, можно удобно сажать ребенка, а не вот так вот сверху. Так, по прогулочному блоку, друзья, все посмотрели. Все хорошо. Сумочка у нас что-то слетела. К ней мы сейчас вернемся. Хотя, в принципе, давайте о ней сразу и поговорим. У сумки какое преимущество? Она и сумка, и рюкзак. Можно одеть еще на спину. Многие мамочки это любят. Поэтому производители сейчас все чаще и чаще это делают. Давайте заглянем внутрь, посмотрим, что в сумочке. Это же девичок. Москиточка, соответственно, тоже есть. Что еще у нас там? Я не вижу. В принципе, все. Давайте мы посмотрим, что еще вообще в комплектации идет. Так, сумка, рюкзак. Вот она, москидка. Дождем, в принципе, все. Больше ничего в комплекте нет. Ну, скорее всего, вы еще захотите докупить подстаканник, потому что вещь полезная. Кофеечек, еще что-то, напиток. Можно, собственно, им пользоваться. Так, давайте перейдем к раме, изучать ее будем. Ручка у нас регулируется в очень большом диапазоне. И, в принципе, аж куда опускается. В общем, мой рост 186 сантиметров. И мне большинство ручек подходят. Но с таким вот диапазоном, под любой рост, можно отрегулировать вообще эту ручку. С ручкой все окей. Эко-кожа. Да, эко-кожа. А, просто ручка вот здесь, снизу. Такая достаточно жесткая эко-кожа. Не мягкая, тверденькая такая вот. Но, видимо, износостойкая, поэтому. Так, что касается рамы. Смотрите, здесь очень-очень мягкое шасси. Прям вот очень мягенькое. Амортизация прям классная. Передние колеса, естественно, можно заблокировать, само собой. Вот, если какое-то тотальное бездорожье покоряем. Так, что касается багажника. Багажник тут, на самом деле, вот такого рода багажник с такой конструкцией. Много какие компании делают. Но он нормальный, глубокий, с нормальным доступом. Вот эта часть отгибается. Можно запихнуть и крупногабаритный, скажем так, груз. Ну, мячики, ведерки, еще что-то. Когда ребенок подрастет, это нужно куда-то упаковывать. Тормоз. Очень классный тормоз. У Тутисов мне очень нравится. Я прошлый раз вот на других показывал, что мизинчиком можно это все даже откинуть. То бишь, обувь выпачкать не будете и портить. Колеса снимаются вообще одним движением, одной кнопочкой, раз и все. И также еще есть возможность снизу такой рычажок, который поджимает. Вот пружина, увидите, это выше, это ниже. Уменьшает ход амортизатора и делает колясочку чуть-чуть жестче. Бывает, не всем нравится то, что она такая вся прям плавающая. Вот, можно ее чуть-чуть поджать. Колеса здесь не надувные, просто мягкие, резиновые. Да, резины мягенькие, очень мягенькие. С колесом можно подумать даже, что надувные. И самое главное, они тихие, не дребезжащие. В общем, по колесам, по шасси у меня претензий в целом нет к этой колясочке. Так, давайте теперь попробуем эту колясочку сложить. Смотрите, с прогулочным блоком складывать я ее не пробовал. Поэтому сейчас буду это пробовать вместе с вами. Можно ли это сделать вообще или нет. Вот, опускаем вперед. Отлично. Вот здесь снизу есть рычажочки. Вот так вот. Супер, просто супер. Она складывается по факту у нас вместе с прогулочным блоком. Ну, смотрите, я сейчас это сделал с движением по ходу, установленной прогулкой. Вот, подгибаем, соответственно, ручку. И вот, учитывая, что такой здоровый внедорожник, можно сложить вместе с прогулочным блоком и нести это все в одной руке. Я считаю, отлично. Вот так вот. Супер. Так, собственно, все. По большому счету, все, что хотел показать, я вам показал. Добавить мне уже нечего. И наверняка вы знаете, что такое бренд TUTIS. Особенно вот эти вот последние поколения. Я почему-то показываю, они тут в большом количестве стоят слева от меня. Вот, это очень популярные коляски, надежные. Вообще, в принципе, наверное, такой локомотив. Их все хотят, все их любят, все их покупают. И эта колясочка яркий представитель именно вот всеми любимого бренда. Причем она симпатичная. Она не особо-то и дорогая. Выполнена качественно. Есть варианты ВК-кожи, прикольные расцветочки, мягкое шасси, колеса. И складывается вместе с прогулочным блоком вот в таком виде. Это ее такой большой плюс. И она легкая. Вот, поэтому очень рекомендую обратить на нее внимание, если хотите что-то легкое, но в то же время полноразмерное и внедорожное. Вот такое удивительное соотношение качеств коляски здесь присутствует. В принципе, все. Напоминаю, ссылки внизу на First Buggy первую коляску будут в описании, друзья. Проходите, смотрите. Можете приехать в магазин первая коляска. Вообще, все их вживую покатать, посмотреть с ребеночком. Если можете приехать, приезжайте, покатайте. Вот. А я лишь хочу попросить, если обзор понравился, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И удачи вам. Всего доброго.